Роботы на спасательной службе. В Центре технического творчества «Новация» курсы робототехники проходят несколько групп кадетов пожарно-спасательной академии. Ребята с помощью опытных педагогов познают основы программирования и конструирования. И все это с дальним прицелом – использовать полученные знания в спасательной работе. Жизнь человека превыше всего, поэтому есть направления, где мы не можем применять человеческую силу. Например, под водой, в загазованной среде, в дыму и также где на человека может воздействовать радиация. В этих случаях применяется робототехнический комплекс. Наши преподаватели ориентируют ребят на создание роботов для решения конкретных прикладных задач. При ликвидации последствий техногенных катастроф без роботов не обойтись. Ребятам нужно уметь не только дистанционно управлять сложной техникой, но и ремонтировать ее в случае необходимости. Кадеты занимаются робототехникой с начала учебного года дважды в неделю. До этого знания о программировании и конструировании у них были фактически нулевые. Несмотря на это, у юных спасателей уже появилась идея, какую технику необходимо создать. Ребята трудятся над изобретением платформы для тушения пожаров в непроходимых участках леса. Эта платформа будет обладать как шлангом для тушения пожара, ну шлангом, железное такое приспособление, то есть которое будет обладать. Также для тушения верхового пожара будет у нее вал, который будет срезать деревья, чтобы она уже их тушила снизу. Управлять этим может один человек в задумке, как мы думали. Он находиться может в любом центре управления этим роботом. Идея хорошая и главное осуществимая. Проект разрабатывают преподаватели пожарно-спасательной академии. Курс в новации построен на основе базовых знаний о предмете и специфике спасательного дела. Педагог рассказывает, как при программировании учесть все варианты развития событий, так чтобы в критический момент робот не встал. Нужно учитывать перегрев, нужно учитывать лишнее трение, может робот за что-то зацепился, чтобы робот реагировал адекватно на всякие внезапно возникающие перемены. И при конструировании, естественно, тоже, чтобы не было... Вот, например, решили, что не будем делать у этого робота, который ездит в лесу острых углов. Почему? Потому что острыми углами робот в лесу может зацепиться за что угодно. За ветки, за деревья, аптеками конструкция позволит соскользнуть с этих всех препятствий. Преподаватели спасательного вуза уверены, из нынешних кадетов удастся вырастить талантливых и умелых инженеров, так необходимых ведомству МЧС. Первое испытание лесному роботу предстоит 11 февраля на региональном этапе фестиваля RoboFest 2017. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.